Лишь раз в столетие рождается обезьяна-самка, способная побороться за место лидера в своей стае. Исследователи говорят это нереально. В природе такого почти никогда не случается. Это слишком сложно. И все-таки она достигнет своей цели. Даже после того, как чуть не погибла от лап и клыков лидера стаи. Как? Сейчас расскажем. Угрюмый прямой взгляд. Угрожающая поза. Надменность. Это альфа-самец. И он всегда приступает к трапезе самой первой. Никто не смеет притрагиваться к еде раньше него. Рядом, неуверенно и даже как-то застенчиво, начинает есть другой самец. Он второй после альфы. Его поведение оправдано. Лидер не должен почувствовать угрозу. Все остальные макаки, как бы много их ни было, вынуждены просто сидеть и смотреть. Ждать. Потому что каждое событие в жизни этих животных происходит в соответствии со строгой иерархией. Любая из макак должна знать свое место. Неповиновение немедленно наказывается. Жестоко наказывается. Никто не смеет нарушать устоявшийся порядок. И только кровопролитные драки могут свергнуть одного альфу, чтобы его место на троне занял другой. Знакомьтесь, это наша главная героиня. Ее мать занимает не самое высокое положение в стае макак, и это значит, что она не может рассчитывать на хорошую еду. Поэтому, пока вся стая по очереди лакомится сочным фруктом, мать героини ищет в земле корешки, потому что знает, ей фрукта не достанется. Выбрать место для отдыха можно только, когда устроятся те, кто рангом повыше. Никакого комфорта. К обезьянам высокого ранга ей не стоит даже приближаться. И уж точно она не в приоритете, когда дело доходит до груминга. Важной социальной составляющей общества макак. В общем, участь незавидная. Но положение нашей героини еще хуже. В момент, когда она родилась, обезьянка заняла ранг на одну ступень ниже, чем у ее матери. И это не означает ничего хорошего. Сородичи не просто забирают лучшую еду. Они могут себе позволить даже издеваться над нашей героиней, если им, например, станет слишком скучно. Звучит, конечно, ужасно. Но на самом деле, в обществе обезьян это совершенно обычное явление. Особи с низким рангом регулярно сталкиваются с таким поведением. Обезьяны более высокого ранга, например, могут делать в их сторону угрожающие лица и жесты. Зачем? Как я уже сказал, просто чтобы развеселиться. Или чтобы лишний раз утвердить свой и без того высокий статус. Но недостаток еды и неприятное поведение остальных макак – только часть проблемы. Вскоре после рождения нашей героини в стае воцарилось мрачное настроение. Атмосфера наколена до предела. Страх витает в воздухе. И героиня тут ни при чем. Просто все слишком напуганы сменой вожака. На место старого Альфы пришел новый. В какую бы сторону он ни посмотрел, все обезьяны пытаются показать ему свою покорность, задирая губы и щелкая зубами. Это, кстати, единственный способ избежать конфликта и смерти. Наша героиня еще слишком маленькая, чтобы понимать происходящее. Она не осознает, что означает пристальное внимание Альфы, но чувствует страх матери. И этот страх оправдан. В какой-то момент новый Альфа бросается на маленькую макаку, чтобы убить ее. На стороне самца сила, скорость и опыт. Поэтому он очень быстро ловит нашу героиню, и ее мать ничего не может сделать. Но в последний момент маленькой макаке все-таки удается вырваться, убежать и спрятаться. Это невероятное везение, которым может похвастаться далеко не каждый детеныш. Потому что убийство детенышей – регулярная практика в популяциях макак. Обычно этим занимаются самцы, которые по своей природе более агрессивны, чем самки. Чаще всего нападения происходят на совсем маленьких детенышей, еще не отнятых от груди. И случается это практически всегда в период перед спариванием и в самом начале сезона. Причина тут вовсе не в страхе самцов за их ранг. Они не переживают за ресурсы, и даже и каннибализмом эти атаки не объяснить. Вся дело в том, что работает половой отбор. Основная задача макак, как и остальных животных – это оставить потомство. В период размножения самки спариваются с несколькими самцами, но не могут забеременеть, если уже имеют маленького детеныша. А поскольку это мешает основной задаче, самцы стараются освободить самок от чужих детей, чтобы те как можно скорее снова были готовы к беременности. Ничего личного, просто правило размножения. Если детеныши старше определенного возраста, самцы чаще всего их не трогают, потому что такое потомство им не мешает. Взрослые альфы, которые давно возглавляют стаю, тоже обычно не тратят силы на убийство детенышей. Но вернемся к нашей героине. Альфа в ее стае сменился, но ей повезло спастись и спрятаться. Вот только худшее еще впереди. Ведь самец успел зацепить ее, и настолько сильно, что на голове образовалась открытая рана. Для еще совсем маленького животного получить такую травму означает оказаться на грани смерти. Наша героиня выжила, но теперь чувствует себя очень плохо. Условия, в которых живут макаки, нельзя назвать подходящими для лечения таких ран. Очень высок риск подхватить инфекцию. Детеныши приматов очень часто умирают от подобных ран, если вовремя не прийти им на помощь. И такая помощь должна исходить от человека. В 2016 году люди нашли детеныша Павиана, который лишился матери. Детеныш тоже был ранен в голову, и это была неприкрытая рана. Перелом черепа и все в таком духе. Чтобы спасти детеныша от инфекции и заражения, люди придумали сделать ему что-то вроде мягкого шлема. Малышка носила его до полного выздоровления. Но нашей героине повезло и тут. Она оказалась достаточно сильной, чтобы пережить рану, которую ей нанес Альфа. Без всякой помощи людей. Заражение не произошло, рана не воспалилась, а постепенно заросла. Опасность миновала. Однако это было лишь одно из испытаний на пути нашей героини. Едва только она справилась со своей раной, как впереди ждал новый неприятный сюрприз. Другая самка подошла и просто отобрала нашу героиню у матери, потому что этой самке так захотелось. Да, это была макака рангом повыше, поэтому мать нашей героини даже не могла толком ничего сделать. В любой другой ситуации любая другая мать, конечно, бросилась бы на защиту своего ребенка. Но правила поведения внутри иерархии у макак слишком сильны. Мать нашей героини не могла напасть на похитительницу, потому что знала. Тогда на нее саму нападут все остальные члены стаи. И вот молодая, более привилегированная самка уносит нашу героиню, а ее родная мать просто в шоке. Она не знает, что ей делать. Детеныша не отобрать силой. Просто так его тоже не отдадут. Остается только следовать за похитительницей и надеяться на лучшее. Вот только нет никаких гарантий, что это лучшее произойдет. Стоит жара. Детенышу необходимо периодически пить молоко, иначе может начаться обезвоживание. Это то, что происходит на уровне инстинктов, и потому наша героиня пытается пить молоко у своей приемной матери. Но ее организм просто не вырабатывает молоко. Похитительница физически не способна позаботиться о детеныша. Хочет она или нет, но ее организм не готов к такому. На самом деле этот факт очень долго сбивал ученых с толку. Некоторые обезьяны просто любят похищать детенышей у других обезьян, хотя часто не в состоянии выполнять функции матери. Особенно часто такое происходит именно между самками обезьян высокого ранга и матерями низкого ранга и их детенышами. Да, воруют в основном именно привилегированные приматы. Известно много подобных случаев, особенно в Индии и Китае. Буквально каждый раз, когда самка рожает, существует вероятность того, что ее ребенка украдет другая. Казалось бы, в чем смысл? Ученые полагают, что причин несколько. Некоторые обезьяны делают это из простого любопытства. Желание поиграть в дочки матери, пока еще не завели собственных детей. Не случайно похитительница нашей героини моложе, чем ее мать. Еще одна причина такой кражи детеныша – контроль популяции и желание получить власть. С человеческой точки зрения, учитывая, как ты будешь жить при низком ранге, я бы, наверное, делал вещи и похуже. Ну и пишите ее в комментариях, что бы вы делали, если бы были на месте этих обезьян. Очень интересно почитать. И матери обезьяны не пытаются силой забрать своих младенцев у похитителей. Даже несмотря на то, что похищение грозит детенышам смертью, исследователи собрали кое-какие данные, и, похоже, потенциальный риск причинения вреда матери или ребенку в случае резкого конфликта с похитителем объясняет то, что матери предпочитают не вмешиваться. Во всяком случае, не пытаются отбить своего детеныша силой. Но даже когда мать старается спасти малыша, не вступая в конфликт, это может закончиться трагически. Однажды исследователи наблюдали, как две матери боролись за детеныша целых 10 недель. Началось все как обычно. Более молодая самка с более высоким рангом похитила детеныша, пыталась о нем заботиться, но не могла, потому что просто не представляла как. Родная мать изо всех сил пыталась помочь своему детенышу, так что фактически у них происходило совместное материнство. Однако похитительница слишком мешала. Детеныш не получал достаточного количества питательных веществ, медленно слабел. Итог печален, но ожидаем. Малыш погиб. Но интересен вывод, к которому после пришли исследователи. Похитительница не пыталась намеренно убить детеныша. Они отметили, что со своей стороны она потратила очень много внимания и ресурсов, но физически не могла дать детенышу то, что ему было нужно. Однако похитительница просто не понимала этого. Не удивлюсь, если она расстроилась или даже удивилась такому финалу. Иногда детенышам по-настоящему везет. Похитительница нашей героини быстро надоела игра в дочки матери. Она оставила чужого малыша в покое, и мать его забрала. Опасность снова миновала. Кажется, наша героиня родилась под счастливой обезьяней-звездой. В конце концов, она подросла достаточно, достигла половой зрелости и почувствовала свою силу. Положение матери нашей героини с тех пор немного изменилось. Но сама героиня, повзрослев, решила, что не хочет довольствоваться малым. В конце концов, она долгое время получала не самую лучшую еду, спала не в самом хорошем месте. Некоторые члены стаи готовы мириться с таким положением. Но только не наша героиня. И то, что сделала она дальше, просто снесло мне голову. Подобрав удачный день, взвесив все за и против, она бросила вызов своей матери. Благодаря молодости, силе и ловкости героиня победила, а значит, смогла занять ее место. И здесь, пожалуй, самое время подробнее рассказать об иерархии внутри общества приматов. Все 23 вида макак живут в сложных социальных структурах и иерархиях, построенных вокруг доминирующих самцов и самок. Обезьяны высокого ранга, по сути, живут жизнь своей мечты. Они получают очень много внимания, могут проявлять агрессию к кому угодно. Но при этом не нужно тратить никаких ресурсов. То есть, сами они никому особенно внимания не уделяют, и в их адрес никто не смеет проявлять агрессию. Они просто на вершине победителей по жизни. От этого у обезьян высокого ранга даже иммунная система работает лучше, чем у остальных. Бонусом, как вы уже поняли, им достается лучшая еда и лучшие места отдыха. Доходит до абсурда. Например, если макака более низкого уровня в социальной цепочке съела ягоды, и у макаки более высокого ранга их не осталось, то тот, кто выше по статусу, может просто взять и вынуть ягоды изо рта другой обезьяны. Но почему обезьяны, имеющие низкий ранг, все это терпят? Не проще выйти из группы и жить самостоятельно, имея доступы к еде и к укрытию. Что ж, исследователи проанализировали все это и поняли, что для подчиненных, ну или для макак низкого ранга, жизнь в группе действительно менее выгодна, чем для макак высокого ранга. Вот так неожиданность. И все же они не выходят из группы. Это означает, что даже такое положение в группе дает им больше шансов на выживание и продолжение рода, чем одиночество. Поисследовав еще немного, ученые выяснили, что нахождение в обществе продлевает макакам жизнь. Даже вывели связь. Каждая дополнительная родственница самка в социальной группе снижает шансы самки-макаки среднего возраста умереть в течение одного года на 2,3% по сравнению со сверстниками, у которых меньше родственников. Так что получается, слабые социальные связи или их маленькое количество все равно лучше, чем их полное отсутствие. В каком-то смысле у макак просто нет выбора. Ну то есть он-то существует, просто тут два варианта – или жизнь, или смерть. Я бы не назвал это выбором. Место в иерархии можно изменить, но здесь все зависит от пола. Самцы покидают свою родную группу по достижении половой зрелости, то есть в возрасте от 5 до 8 лет. После этого, иногда пожив немного для себя, они присоединяются к новой группе. Когда они это делают, то включается своеобразный таймер, о котором в курсе только сами обезьяны. Чем больше времени проведено в группе, тем выше ранг самца, постепенно положение новенького улучшается, так сказать, по выслуге лет. Ну и, конечно же, подняться выше можно с помощью жестоких драк. Когда макака низкого ранга побеждает в бою макаку высокого ранга, она занимает ее место. У самок все немного иначе. Обычно они наследуют ранг чуть ниже матери и редко покидают группу, в которой родились. Обычно максимум, на который идут самки, это место матери, то есть они поднимаются на один уровень вверх. Дружба с самкой высокого ранга также может продвинуть самку низкого ранга наверх, но большинство довольствуется своим местом. Они даже не пытаются ничего менять. Но только не наша героиня. Ей оказалось недостаточно всего лишь занять место своей матери. Она решила подняться еще выше. Постепенно наша героиня стала лидером среди самок своей группы. После захвата власти она становилась все более уверенной в себе, почти высокомерной. Ходила с поднятым хвостом, что является редким поведением среди самок. И постоянно бросала вызовы все новым макакам, каждый раз побеждая. Спустя пару лет уже мало кто мог осмелиться бросить вызов нашей героине. На самом деле, когда ты макака, живущая в дикой природе, где нужно постоянно добывать еду и заботиться о своей безопасности, вокруг просто идеальная площадка для тренировок. Едва ли наша героиня занималась целенаправленно, но она росла, с каждым годом становясь все сильнее и быстрее. Ей приходилось быть ловкой, а постоянные схватки на пути к вершине социальной пирамиды еще больше закалили ее. И вот, в конце концов, наша героиня стала достаточно сильна, чтобы сразиться с тремя самыми главными противниками. Первым был самец, занимавший третье место, и он не собирался сдаваться без боя, как большинство других самцов. Они предпочитали не связываться с нашей героиней, но этот, казалось, был готов противостоять ей. Впрочем, это ему не помогло. Наша героиня напала на него сзади, и после короткой потасовки ему ничего не оставалось, кроме как сбежать. Вообще, ситуация со схватками самцов и самок довольно интересная. Поскольку самцы приматов обычно крупнее, неудивительно, что у многих видов они стоят выше самок. Но как же тогда возможно, чтобы самка раз за разом побеждала в поединке с самцами? Исследование показало, что самки будут чаще доминировать в группах, где самцы превосходят их численностью. Звучит странно, но тут дело вовсе не в силе и размере. Секрет в шансах. Предположим, что самка выигрывает драку по чистой случайности. После этого она, конечно, становится уверенной в себе. Да и кто бы не стал уверенным на ее месте. Такая самка чаще ввязывается в новые драки, и это чисто статистически помогает ей побеждать еще больше. А когда самцов в группе много, у такой самки есть больше шансов на взаимодействие с ними. В итоге и шансы победить самца повышаются. Кроме того, когда самцов много, они много соперничают между собой. Агрессия самцов более интенсивна, чем агрессия самок. Поэтому в таких группах самцы чаще проигрывают друг другу. И самкам становится проще победить таких проигравших. Ведь их боевой дух уже подорван. Но вернемся к нашей героине. Следующим противником был самец, который еще недавно был ее партнером по спариванию. Кроме того, он приходился братом нынешнему альфа-самцу. Да, вот такие страсти кипят в обществе макак. Но наша героиня все равно не испугалась. Вообще-то испугался ее бывший партнер. Столкнувшись с грозной самкой, он даже толком не дрался, а уступил, признавая ее главенство. На пути нашей героини остался только один противник. И самая последняя цель. Но что в нашей самке такого особенного? Почему под ее напором отступают даже высокоранговые самцы? Все дело в характере. Не секрет, что у животных есть свои уникальные особенности личности. На самом деле на планете нет двух одинаковых макак, как и двух одинаковых людей. В этом и заключался секрет нашей героини. Ей достался очень боевой характер. Как я уже сказал, победив мать и став во главе самок, она стала уверенной в себе и начала вести себя очень доминантно. Помните, поднятый хвост и все такое? Обычно такая поза – поведение лидера, которое встречается только у самцов. И чем более высокий ранг приобретала наша макака, тем круче она себя вела. Героиня не только часто ходила с поднятым хвостом, но и трясла ветки и деревья своим телом. Эксперты даже пришли к мнению, что ее поведение вообще ничем не отличается от поведения доминантных самцов. Исходя из этого, думаю, есть две причины, почему самец не стал вступать с нашей героиней в драку. И, скорее всего, сработали они обе. Во-первых, самка просто задавила его своей уверенностью. Она вела себя настолько доминантно, что он решил не испытывать судьбу. Да, банально испугался. К тому же, самец наверняка видел, как она побеждала других своих соперников, а значит, уже сообразил, что это очень сильная самка. Тут бы кто угодно сообразил на самом деле. Во-вторых, ему было особо нечего терять. В конце концов, ну что изменилось? Он опустился со второго ранга до третьего, и большой разницы между этими ролями нет. То есть он еще круче, чем остальные макаки в группе. Так зачем лишний раз рисковать? И вот, наконец, наступило время решающей битвы. Альфа-самец. Самый важный противник в жизни нашей героини. Тот, кто стоял между ней и троном. Опытный макак, который был Альфой уже несколько лет, занял место лидера, когда наша героиня едва появилась на свет. Да, это именно он едва не убил ее. Забавная штука жизнь, верно? Лес замер в ожидании. Все члены стаи замолчали и только наблюдали за тем, как сходятся противники. Старое против нового, традиции против невероятного упорства. Казалось, что сейчас случится что-то невероятно важное, почти судьбоносное. И тут животные бросились друг на друга. Опытный самец был больше и сильнее. Он прошел немало схваток, чтобы занять свое место Альфы, и потому не собирался отдавать его просто так. Но наша героиня слишком долго шла к своей цели. От криков и рычания звенело в ушах. А затем все закончилось. Несмотря на опыт Альфа-самца, наша героиня оказалась сильнее и смелее его. Она победила. Больше ни одна макака в стае не могла ей противостоять. Наша героиня взошла на самую вершину. И хотя может показаться, что она сделала что-то нереальное, и вообще мы все это выдумали. Альфа-самки в мире макак все-таки встречаются. Да, это редкость. Но реальность. Пару лет назад 9-летняя самка японского макака в заповеднике на юге Японии показала людям, как это делается. Она силой свергла Альфа-самца своего отряда и стала первой самкой-лидером за 70-летнюю историю заповедника. После своего восшествия на трон, макака по имени Якей стала во главе отряда из 677 особей. 677 макак! Это же просто какое-то нереальное количество. То есть она не просто обошла каких-то 10 макак и села себе довольная. Нет, Якей стала главой огромной стаи. Нет, я правда восхищен. Восхождение Якей до статуса Альфа-самки по-настоящему удивило ученых. Считается, что за всю историю человеческих наблюдений за японскими макаками подобное происходило всего пару раз. Но не думайте, что ученые приписали Якей статус просто так. Сотрудники заповедника провели так называемый арахисовый тест, чтобы выяснить, кто среди стаи на самом деле Альфа. Они дали макакам арахис и посмотрели, кто съест его первым. Самцы и самки отошли в сторону, чтобы дать Якей поесть первой. Как настоящий Альфе. Короче, никаких сомнений. Но жизнь в дикой природе – это постоянная борьба. А потому история нашей героини не закончилась на победе над Альфой. Прошло всего несколько недель после занятия трона, и начался брачный сезон. В предыдущие сезоны размножения наша героиня спаривалась с самцом, который занимал шестое место в отряде. Однако внезапно, после становления героини Альфой, самец утратил к ней интерес. В то же время другой самец, занимающий пятое место в отряде, пытался завоевать интерес нашей героини. Но теперь уже она осталась безучастна. Наблюдатели, а у всей этой истории были свидетели, решили, что это простая односторонняя симпатия. Но затем обычная неприязнь героини к самцу как будто переросла в страх. Наша макака демонстрировала в отношении пятого самца выражение морды, характерное для подчиненных особей. Его еще называют гримаса страха. Кроме того, исследователи наблюдали, как пятый самец отталкивал нашу героиню, чтобы завладеть едой. Вот только не совсем понятно, что именно все-таки произошло, и какой у произошедшего смысл. Судя по всему, самец пятого ранга доминировал над Альфа-самкой. Но это может означать несколько вещей. Первый вариант – наша героиня очень быстро лишилась своей власти, пока наблюдатели этого не видели. Второй вариант – это странное поведение, всего лишь способ проявления неприязни. Так наша героиня показывает, что не хочет спариваться конкретно с этим самцом. И надо сказать, что эксперты больше верят во вторую версию. Наша героиня хорошо вживается в свою роль, и все же она, скорее всего, столкнется с большим количеством трудностей. Правление Альфы может длиться от нескольких месяцев до более чем десяти лет, но первый же сезон спаривания может изменить ситуацию в стае. Когда он наступает, это обычно накаляет обстановку в обществе макак. Все начинают конкурировать со всеми, напряжение растет. В такой атмосфере может случиться вообще все, что угодно. Причем очень и очень быстро. Только время покажут, получилось ли у нашей героини остаться на троне. Хотя нам со Стивом кажется, что ее подвиг – это такое невероятное событие в мире обезьян, что вряд ли она так легко расстанется со своим статусом Альфы. До скорого!